Всем привет! Сегодня пятница. Вчера был 4-й четверг. Мы сейчас едем на улицу карьерная. Посмотреть один из мопедов. Вы уже поняли почему я еду на мопеде. Комментарии излишни. Что тут скажешь? Все ясно и понятно. Время до рандеву еще минут 15. Будем ехать. Это достопримечательность. С левой стороны стадион Динамо. Я много раз с этого стадиона приползал. Мне была хана. Я приползал в ужасе. Не, ребята, не-не-не. Мы заедем под розовый свет. Розовый вообще это наш свет. Красный наш, зеленый общий. Вот. С правой стороны мы там ехали, смотрели. Ну если смотрели, там арена такая, там типа называется Колизей. Ну это не арена. Раньше это была танцевальная площадка. Я там было дело по молодости выкаблучивал. Так, ну что. Поехали тут-то. Я, кстати говоря, когда уезжал из своего гаража, там ехал на улицу с пивака. Но это была дичь. Слово дичь даже не подходит. Там просто какаха полная. Там не проехать, не пройти. Потому что пересечение. Вот, допустим, как что-то до светофора. И там чинят дорогу. Ну и там всякие длинномеры раскорячились. Там же уже не попадают в волну. Там зеленую или там сюзюлевую волну. И творят, что зря. Осевой полосы нет. Могу ехать. Никто мне ничего не должен говорить на эту тему. Ничего не нарушаю. Я просто еду как еду. И вот такие у нас, видите, тут горбыли. Понаделали, чтобы... Сейчас вот вправо на мост все стоит. Тут понаделали, не пойми чего. Понашкребали тут. Утырки. Ну ладно, мы, в принципе, почти приехали. Это моя родная улица. Это мой райончик. Барлеев назывался Монастырка. Потому что здесь вот с правой стороны от нас там есть такой монастырь. И райончик называется Монастырка. Моя школа. Вот одна. Я учился и вот там другая. Так, мы не успеваем под зеленый. Постоим. Шут-шут. Нам направо. Надо сейчас взять отвертку и венкать, чтобы закрутить. А то я что-то там иголку опустил. Подзабеднил. Мотопердол стал работать немножко. Бедновато на холостых. Еду по своим детским местам. Юношеским. Тут много-много всегда было знакомых. Но сейчас уже, наверное, половины нету. Кто-то просто так отъехал в мир иной. От наркоты, от пьянки. А кто-то в силу объективных причин. Сейчас начнется такая военно-грузинская дорога, что мама не горюй. Мама не горюй. На прощание сына поцелуй. И вон он, типа, какой-то ангарчик такой, типа, построен. Хозяина несколько лет назад завалили. Уж не знаю там кто, чего, как. Но факт то, что я узнал лично. Правда, не слушать страны, но не важно. Он плохого сделать ничего не успел. Он знал мой гнусный характер, что лучше не связываться с этим. Ну, не важно. Вещий что-то от меня хотел. Ну, о покойниках либо ничего, либо хорошо. Поэтому вот так. Вот он, тонированный весь. Лобовина тонированная. Ну, вот здесь мы встанем. Вот здесь вот. Ну, уголочку вот здесь вот. И здесь будем дожидаться. Море погоды. Вот там вот река. Ака, видите, там ТЭС. Такие дела. Ладно, я пока выключаюсь. Буду ждать человека. Ну что, посмотрел мопед. Очень неплохой. Ну, тот, для кого смотрел. У него, типа, цена 40 тысяч. За больше покупать не буду. Димон, дело твое. Ну, у человека свои там. Критерии в голове. И я с ними спорить не собираюсь. И уже тебе видней. Это Honda 35 ZX. Вот школа, в которой мой пацан учился. Василий. 39-я школа. Город Орел. Пятая беговая дорожка. Три лошадиные силы. Советский Союз. Вот в этом доме я в детстве терся. Это дом 60. По улице Горько. Вот он слева. Сейчас поедем с вами на Придоне. Не знаю, как ехать. Все стоит. Никто никуда не едет. Ибо, ибо, ибо двичка тут нехилая. Опа. И вот моя любимая 19-я школа. Что-то головой верчу, как ошпаренный. Ну что там? Вась. 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 Анастасия. Вась. Да, конечно, скутер это вообще волшебная тема. Я раньше был такой тупой осёл по этому поводу, вообще. Вот в гараже. Там раньше тёрся мой кореш, Серёга Крупна. Сейчас не знаю где он, давно не видел его И вот по этой улице Горького я раздавал На заднем колесе я постоянно носился Но в то время это было актуально На переднем колесе никто не ездил Не знали что это такое вообще Потому что не было тормозов передних Хороших Ездили как могли, раздавали И вот такая тема постоянно сейчас по городу Все стоит, никто никуда не едет И как-то подбешивает Такая езда бестолковая По городу Ну вот как вот сейчас если бы я поехал сюда Смотреть этот мопед на машине Да я бы тут угорел бы вообще Я тут устоялся бы как вода в стакане А тут эхээй Поди Поди плохо Только вот такие дела тут надо пропускать Ну немного машин И сейчас а тетя едет Там какие-то моциклисты ездят уже во все лопатки Включаем поворот Не спеша пилотируем нашу мухобойку Нам поспешать особо некуда Какой-то там моциклист едет впереди Может быть уже сейчас собираются по вечерам Но я эти дела очень не люблю В последнее время вот эти все вот эти движники Вот эти вот Байкеры Видимо переел всего этого Ага, вон стоят Чуперисты Вон двое А нет, один на Чупере и другой на спортбайке Ну а что, вот так ну-ка На камеру я не поеду под кирпич Меня и так называют нарушителем всех нарушений Поэтому не буду я косячить И вот опять я тут еду Каждый раз у меня тут сердце не на месте Вот на этом месте вот здесь вот Был мой дом Старая квартира Ну точнее частный дом Вот этого проезда вообще не было Тут сад Но это было Очень давно Нам лишь бы только нос высунуть Зеленый И все Остальные проскучат к телу Походу Димон поехал лысый Погонял Так Ну это Тузей Мургенева Музей Тургенева Кстати Из вас Тех кто Шарит в этом деле Я как-то читал Что Тургенев Когда бродил с ружьем Там Ну типа охотился Нарвался на тетю Йети Она там типа к нему приставала Когда он там плавал По лес купаться По жаре А тетя Йети Увидела его И начала приставать Начала с ним заигрывать Хотите верьте Хозяиненду Но это описано Там где-то чего-то Куренек один снимает Видосы Неплохие Там про все дела Про аномальные Там про все дела И он там рассказывает Много чего интересного Читает Очень так приятно Я читаю его Точнее читаю Слушаю постоянно Его Очень приятно Человека послушать Он там нормально Я там с ним Даже что-то писал Называется Хотите верьте И вот там В одном из своих Рассказов Который Зачитывает Про другие И у него там Про всяких И у него вообще Много Вот этой темы Бигфуты Лешие Снежные люди Там Все Вот эта тема Я кстати Мне нравится Я под эту тему Очень хорошо Сплю Вот машина Едет Вот она Toyota Пацан мой Хотел наподобие Такой Но Сейчас что-то Не пошло Потому что Сейчас цены Скакнули Дикие Он свою Хонду Продал А перед тем Хотел Ну правда Не Toyota А Хонду Хотел Похожую Таких же Размерчиков Ну ладно Не в этом Дело А дело Собственно В том Что Видите Мы сейчас едем На скутере И уже Зима Прошла Уже Можно Выезжать На скутере Уже Само по себе Это кайфово Согласитесь Едем Слегка На горку Показал Спидометр Видите Там Слегка До 60 Разгоняется Разгоняется Видимо Чувствует Дорогу К дому Так Надо еще Залить бензинчика Но Сейчас я не буду Заниматься Неохота Заходить До заправки Тоже Тереться Людей Там Задевал Пацаны Так Ну что Что В нагляк Тут нет Осевой полосы Иначе я ничего не нарушаю И мы едем Как я сказал В нагляк Вот так Прямо Наглую Вот так Хоп-хоп Ла-ла-лей Я вам говорил В начале Видео В первой части В первой половине Что я ехал Там Вот Такие вот дела Кладут дорогу Там Не проехать Ни хрена О Колхозные дела Хулиган Что написал Бродяга Вот Вся Тема Кто-то на китайцем Мчит Наверное Нет Или на фирменном Ааа Это какой-то Сузуки В-образный Братан Будет стоять Тут 2 часа Как говорится Скутер Не для этого Стоите дальше Я поехал Здесь раньше Было Справа Желтое здание Это было Предприятие Слепых Я тут частенько Видел людей Допустим Дорогу Переходит И он прям Поднимает вверх Палочку Типа Я перехожу Предприятие Общество слепых Они тут Мне кажется Сейчас работают Кое-где Как приятно На скутере Пацаны Это просто такая Тема Кайфово Все стоят Все стоят И едешь Просто Овощи Без овощей Вот С овощами Я бы Так Я кстати Походу Слегка Сильно Забогатил Смес Смес Парни Либо ноги Вообще Нет Видите Идет На протезе Походу Да Не повезло Бывает Такое Ладно Ребят Я не буду Затягивать Вот эти Мандали Давайте Я выключусь Если что-то Будет интересно Буду показывать Ну а На сегодня Хорош Я так С вами Пообщался Немножко Ну и Всем пока С вами были Придонки Берегите Сюда